Инфаркт в жопу сейчас будет. У меня сейчас взорвется мозг. 6 лет, и ты снова нагулась. Так я вообще не бизнес. Большая любовная история. Конкуренция у меня с Серебкиной, блядь! Совершенно не хочу обсуждать. Так уж если вы в секте все были. Да, это мягко сказано. Ты не купила ни дом, не вложила в какой-то бизнес. Вот не верю. Это же Максим Бадеев. Алло. Да ладно. Прямо сейчас? Нет, ну это не важно. Хорошо, все, я еду. Слушайте, иногда бывает так, что я узнаю о съемках вот прямо, когда я к ним совсем не готова. И тогда надо зайти и срочно найти, в чем поехать, чтобы как-то по-деловому выглядеть. Как хорошо, что вызов на съемку застал меня здесь, в Афимол, который в Москва-Сити. Потому что именно здесь находится бутик Беллы Потемкиной. Я надеюсь, что она меня выручит. Привет, дорогая. Здравствуй, Ксюш. Ты понимаешь, у меня ЧП. Мне надо срочно ехать брать интервью у одной шикарной женщины. Это будет супер хайповый выпуск, но мне надо как-то менее по-рукерски, потому что она сама вся про-рук, а мне надо прям жесткая классика, прямо на противоречии. Можешь мне помочь? Супер, да. У нас как раз новая коллекция, очень много нового. Красота. Все, вот это жесткая классика. Я так тоже хочу. Давай, показывай, что есть. Так, значит, есть такое предложение. Вот суперский новый костюм с объемными рукавами. Увас, мне вот это очень нравится. Пиджак, приталенный. Пуговицы какие офигенные. Это такой прям привет из 90-х. Правильно, сейчас это в тренде очень. Я люблю большие золотые детали. Можно такое нежное платье, полупрозрачное, воздушное, но тоже немножечко гранжевое. А, давай какой-нибудь еще костюм лучше посмотрим, потому что это очень красиво, но мне хочется, знаешь, на съемки выглядеть, да, построже. Вот, может быть, платье прямого силуэта. О, вот это красиво тоже, кстати. Слушай, какая рубашка красивая. Тогда можно костюм с рубашкой. А можно, да, вот под этим. Класс. Слушай, реально много классных вещей, кстати, у тебя здесь. Да, сейчас. И туфли свои делаешь. Ну, вообще, все есть. Сумочки. Класс. Привет, Ботега. У нас не хуже называется. Ну, а что я сделаю? Спрашиваю, приходят в гости, спрашиваю, сумки пельмени. Ну, что, мы не можем шить. Пельмени наши все. Даже когда они не сибирские, я согласна. Саквояжи вот тоже. Ну, кстати, сумка реально хорошая. Да, у нас кожа даже лучше, она зернистая. Хорошо, что я тогда иду. Примерочную. Примерочную. Ну, что, все. Деловая женщина с самыми острыми вопросами в своей авоське готова на выход. Очень круто, Ксюша. Просто настолько и по-деловому, и элегантно, и супер модно. Ну, что, я поехала. Спасибо тебе огромное. Ты, правда, меня ужасно выручила, потому что я уже не знала, что делать. И вижу вот это Белла Потемкина. Так меня могут спастить. Спасибо, Ксюша. Всегда рада. Жду в гости. Всегда велкам. Спасибо. Спасибо, дорогая. Два раза. Все, я побежала. Вообще прикольно, что ровно пять. Пять лет назад Наргиз выходила на эту сцену, и все тогда говорили, вот новая Алла Пугачева. А сейчас прошло пять лет, Наргиз опять на голосе, и гримерки, собственно, у нее нету. Она в каком-то пучке артистов. Вот, как-то так. Не хочешь еще сходить за ребенком? Хочу. Хочешь еще? У меня внуку двух лет. Я просто умираю на них. Я не могу. Просто вот это. И... Все-таки у меня есть планы взять. А время... Вот сейчас не жалей, что мало времени проводила с ребенком, пока маленький. Или ты была хорошей? Я считаю, что я была очень хорошей мамой, потому что вот это вот чрезмерное там... Ой, осторожно, не упади. Ой, давайте рот подотру, а давай... Шесть... Ну все, неправильная история, потому что, ну, там, проводить постоянно время, сидеть рядом с ребенком, это тоже... Я просто так родители воспитывали сами. То есть я где-то была с ними рядом, но я чувствовала от них вот эту вот любовь... Энергию. Да, энергию. Поэтому я... Мои дети... Это, кажется, очень тяжело. Шесть лет там общаться по скайпу. Может, перевезешь? Что в Америке? Да уж, конечно. Нет, не хочется дойти? Моих американских детей в Россию? Не хочешь, да. Нет. Я сама здесь чувствую себя незащищенную абсолютно. Почему? Я не знаю. Я настолько уже привыкла вот к этой системе. Вообще. Система, которая работает ради народа. Все для людей. Удобно. Это в Америке, конечно. Для детей. Здесь как-то вроде что есть, а вот вроде и ничего... Копнешь так чуть-чуть. Но ты считаешь, что дети были в меньшей безопасности здесь? Или что? Конечно. Мне в меньшей... Ну, во-первых, они уже... Они полные американцы. И они ходили там, и школы закончили, и колледжи закончили. Вся их жизнь полностью там. У меня старшая дочь, она, например, имеет представление о России, что здесь медведи ходят по улицам, и что Россия – это мафия. Слушай, а запрет на усыновление ты поддерживаешь? Запрет на усыновление? Ну, ты считаешь, это правильная мера, что вот американцы не могут усыновлять русских детей? Ну, я считаю, что это неправильная. Ну, неправильная, потому что мне все же кажется, что несчастных детей здесь больше, чем в Америке, которых хочется усыновлять. Вот я, например, если буду усыновлять или учрять, а это я сделаю обязательно, я возьму русского ребенка. Ну, ты уже решила? Я хочу, да. Я очень хочу. Либо усыновить, либо я вот просто думаю, может быть, взять совсем грудничка. Это же очень тяжелое решение. Это чужая генетика. Ты готова к этому? Я готова к этому, потому что я знаю, что генетика генетикой, но environment и воспитание – это тоже имеет место быть. Слушай, а ты не замораживала? Извинись. Если что, посылай меня сразу. Ты не замораживала яйца, клетки, вот это все что-то? Я попыталась это сделать. Я даже пошла в этот экоцентр. Здесь, в России? Здесь, в России, да. Курцеру, наверное. А? Курцеру, наверное. Я не знаю, там была женщина. Ну, Лапина, нет? Я не знаю. Но это какая-то очень хорошая, крутая клиника. Крутая клиника, да? Я тебе уже совсем рассказывала. Да, да. Да что это? Но мне сказали, что это возможно. Можно там что-то такое провести. Но нежелательно. Сказали, что ваше время уже немножечко ушло, дамочка. Я не стала рисковать. Потому что я знаю о побочной очень страшной. Там онкология, которая может быть, да. Ну, и я просто сказала о том, что я должна быть счастлива. О том, что у меня трое детей, внук. А усыновить можно, собственно, всегда. И причем ни одного. У тебя, если ты усыновишь, ребенок, внуки будут старше, чем твой ребенок. Это же клево. Это круто. Кстати, я говорила детям своим об этом. И моя младшая говорит, we're going to have a lot of Russian brothers. А ты уже начала этим заниматься? Я начинаю сейчас узнавать больше. Что, как. Я знаю точно, как этот ребенок будет расти. Абсолютно точно. Ой, во-первых, он в школу ходить не будет. Школы и детские сады – это зло. Абсолютнейшее зло. Абсолютнейшее зло. Читать, писать должен. Так, читать, писать. Он будет учиться. У него будут учителя. И он будет учиться исключительно тому, что ему интересно. То есть ты за домашнее образование? Конечно. За домашнее. В России или в Америке? И в России, и в Америке. Потому что я же там 4 месяца здесь. Ну, а как он будет расти? Вот ребенок этот будет ездить с тобой? Конечно. Все время? Конечно, да. А если он сам захочет в школу в какой-то момент, скажет, мам, я хочу… Вот говорят, что есть такая вещь, как школа. Ну, значит, будет школа какая-то. Но очень… Но ты против вот такой системы образования, которая сейчас… Я просто вижу… Это зашоривает детей. Я просто вижу, что творится в школах и детских садах. Совсем недавно в YouTube была передача. По-моему, либо пусть говорят, либо какая-то такая история. И иногда я это все смотрю. Вот. И где избивали в детском саду 4-летние дети, кого-то там запинывали. Четвер… Четыре годика. И вот эти вот истории в школе… Всегда может везде случиться. Алиса, свари кофе. Слишком темно. Алиса, включи свет. Алиса, сделай потеплее. Зима как-никак. Господи, как мне все надоело. Никто ничего не хочет делать. Все обленились. Конец года. Все, как обычно, сама-сама. И так всю жизнь. Алиса, создай новогоднее настроение. Запускаю программу «Создай новогоднее настроение». Как все-таки вовремя я купила умную розетку. Алиса, включи новогодний плейлист. Включаю подборку песни на Новый год. Но такими темпами я и к приезду гостей успею подготовиться. Алиса, какие у меня напоминания? Сейчас установлено два напоминания. Так, сегодня. Номер один. Поставить запекаться утку для ужина в 8 вечера. Номер два. Выбрать посуду для сервировки в 9 вечера. Алиса, какие пробки в Москве? В Москве в настоящее время 10 баллов. Пешком быстрее. Ну, кстати, с вечной проблемой, что подарить на Новый год, мне тоже помогла справиться Яндекс.Станция. Итак, одну подарю другу, который вечно опаздывает. Еще одну. Тому, кто всегда одет не по погоде. Третья. Для того, кому всегда одиноко и не с кем поговорить. Ну, а последняя. Отправиться к Маше, чтобы ее малыш засыпал под самые классные сказки. Вы хотите такой уже? Тогда переходите по ссылке в описании, вот она там внизу. И подарите себе и своим близким помощника, друга, ну и вообще целый умный дом. Наргиз, рада тебя видеть. Я тоже. Ну что, за последнее время было очень много твоих интервью. Мы узнали много нового про твою жизнь. Про новую полосу в твоей жизни. Про насилие в семье и про многие другие вещи. Просто сейчас уже, почему мне было то, что с тобой очень интересно говорить, уже вышло интервью Максима Фадеева, где он как-то ответил тебе, ну, скажем так, после твоих высказываний. У нас теперь есть его позиция. И тезисно она звучит так, что да, я болела, у меня было два очень тяжелых года, и я мало занимался Наргиз и, может быть, прочими артистами, он это признает. Но они должны были потерпеть с благодарностью за все, что я для них делала. Вот что ты можешь на это сказать? Он же действительно болел. И что было с ним не так? И не считаешь ли ты, что, блин, ну да, человек ослаб? Может быть, стоило потерпеть немножко? Так эта история, если бы это происходило два года, как он сказал, это бы ладно. Но терпела-то я с самого первого дня, как только я туда пришла. И, собственно говоря, из этого же интервью, когда он говорил о том, что я певица караочная, что я, собственно, не отрицаю, я всю жизнь пела чужие какие-то песни. Но дело в том, что когда я к нему пришла, я пришла уже полностью со своей группы, у меня уже был коллектив, с которым мы объездили уже немало городов. Но он же все равно тебя вывел на другой уровень, согласись. Рассказываю. Я пришла к нему работать, и в течение года, подписав контракт, я ездила с этой программой, куда входили песни «Металлики», «Нирвана» и «Скорпиенс». Ну, собственно, все то, что я там пела в проекте «Голос», и какие-то его песни, которые он пел в 90-х годах. У меня не было новых песен, и я ездила в туры ровно так же в течение года, без никаких хитов, только через год у меня появилась песня «Я не твоя война». Основные тезисы твоих предыдущих интервью, давай их просто повторим, чтобы не заставлять тебя их переговаривать. Ты обижена, что ездила в маленькие города, считая, что потребительское было отношение, что в Мальфе были дилетанты и непрофессионалы. Во всем виновата Серябкина, потому что она рулила... Ну, это как-то так, немножко обобщенно. Ну, так вот совсем. Вот. И такие вот ключевые вещи, что ты не пела то, что хотела, пела про нежность, а ты бунтарь по природе. В итоге Макс Фадеев коварен, использовал и кинул. Ну, вот такое общее ощущение от интервью было такое. Но я пытаюсь... То есть смотри, я точно не на чьей стороне здесь. Я журналист, которому было интересно исследовать, почему же вокруг Фадеева столько конфликтов. Но ведь если принять в сторону Фадеева в его интервью, человек болел, человеку было плохо. Он, да, меньше стал заниматься, но он сделал из себя певицу совершенно другого уровня, которая спела хиты на всю страну и приобрела действительно всероссийскую славу, чего до этого не было. Но я же этого не отрицаю. Я ему за это благодарна. Ну, может, тогда стоит перед ним извиниться за такие слова? Извиниться перед... За какие слова? Ну, ты о нем говорила в своем интервью, как вообще о демоне, которого ты знать не хочешь. Ну, не то, что демон. Это человек, который... Я уже, может, еще раз повторюсь, но отношение у него было ко мне потребительское. Он написал всего одну песню. Это была «Ты моя нежность», которая выстрелила, потому что «Ты, я, не твоя война», она все же не так пошла, как «Нежность». Вот. Кстати, я ее сам начинал. Мне кажется, главный твой хит, это все равно это «Мы с тобой». Ну, мы вдвоем написал песню. Мы вдвоем, да. Вот это же главное. Шоумаров, например, Олег, да. Это песня, которую знает вся страна. Это песня... Важно не количество, а качество. Совершенно верно. То есть одна, но которую узнали все. Но я же ведь не могу всю жизнь петь вот эти две песни. Просто когда Макс написал вот эти песни, то есть одну из этих песен, он успокоился, потому что она воспринималась хорошо, мы так и ездили, «Ты моя нежность», там мы ее исполняли в самом конце на бис. Вот. Да и, собственно, все. Ну что, ты довольна? Довольна. Слушай, я подумала о том, что пять лет назад здесь же все начиналось. Меня зовут Наргиз Закирова. Я приехала с Нью-Йорка. Мне 42 года. Великолепно. Вся твоя карьера. Голос. Шесть лет назад. И сейчас вот шесть лет, и ты снова на голос. Это хорошо или плохо? Это отлично. Это же отличное совещание. А сейчас вот объясни, мне прошло шесть лет, и до сих пор тебе не выделили одну гримеру. Ну, блин, ну это как вообще? Ну, не знаю, но... Вот тебя сейчас крутят по радио? Крутят. Потому что я стала смотреть гораздо меньше. Так по радио крутят песни «Ты моя нежность», и мы вдвоем до сих пор. Она там где-то стоит в топ-тап, в Верьюз где-то она тоже на первом месте стоит. Поет, она до сих пор поет. Ну, просто я пытаюсь понять, а что так изменилось? Вот я таких глобальных изменений, с тем, что ты ушла от Макса Фадеева, я не вижу. Вот, например, ты в интервью говорила. Меня приглашали в Нидерланды, в Америку, везде. А да, это не доходило. Мы ездили по Пырловкам, по каким-то ебеням бесконечным. А когда я сказала о том, что почему мы ездим все время по городам России, мы уже их по 20 раз объездили, на что бывший генеральный директор Падзюрского центра сказала, а какая разница, это же бабло. Вот смотри, я, подготовившись к интервью, посмотрела вот твой график гастролей за последнего времени. Могу тебе его обозначить. Ну вот это что? Это Минск, Орел, Калуга, Смоленск, Брянск, Белгород, Липецк, Тамбов, Ростов-на-Дону, Воронеж, Омск, Новосибирск. Но это та же Россия, по которой ты и так ездила. Там нет Нидерландов, понимаешь? Значит, нет Нидерландов. Дело в том, что вот эти все города, которые ты перечислила. И, собственно говоря, до марта месяца это те самые гастроли, которые мы должны были отработать, которые были запланированы еще тогда, когда мы работали в Маврии. То есть вот эти гастроли вы еще делаете 50 на 50? Ну здравствуйте, 50 на 50. Конечно, нет. Мы же предложили ему, как бы сказать, то есть давайте разорвем контракт. То есть мой адвокат сказал, не вопрос, давайте мы разорвем, но только мы доработаем эти гастроли, и я согласна отдавать 50 на 50. А потом мы просто тихо разойдемся. Он сказал нет. Ну то есть эти гастроли, которые я сейчас назвала, ты сама будешь с них зарабатывать? Или Фадееву будет что-то? Нет, Фадееву ничего не будет доставаться, потому что он эти гастроли отменил. Он официально послал всем организаторам, что я не могу выйти, потому что я неадекватная, я не выхожу на связь или еще бла-бла-бла. Но так как мы ездим уже 6 лет, и эти организаторы уже как мама родная, они позвонили к нам и сказали, ребят, давайте мы сохраним эти гастроли, мы их все же отработаем, потому что люди покупают билеты, люди ждут. Блин, но он же предложил тебе просто извиниться и дальше... Так за что извиняться-то, Ксюш? Подожди, ну это же вопрос денег и договоренностей. Ну то есть я вот так думаю, ты проработала долго с человеком. Все, что ему нужно было, как я понимаю, это какое-то вот извинение. Неужели так тяжело было? Извинения за что? Извиняются люди за какие-то погрешности и за то, что они сделали что-то не так. Что не так, я сделала... Ну его, так я понимаю, задели слова в его адрес какие-то. Какие, например? Ну это он не поясняет. Он вот прямая цитата. Если Наргиз извинится, я дам ей возможность петь ее... Вот мне очень странно. Я просто сейчас пытаюсь понять, да, я слышала извиниться. Ну я вот посмотрела твое интервью про него. Так. Ну все равно это как бы некое поливание говном человека. Там нету двух мнений. Это интервью про то, что Фадеев плохой там продюсер и так далее. Ну хотя бы за это, естественно, ему обидно это слышать. Нет, я не говорила о том, что он плохой продюсер. Я просто говорила... Вот это говорила другими словами. Ну, я не говорила, что он плохой, я его говном не поливала. Я просто сказала, что человек в какой-то момент просто потерял интерес вот ко мне как артистке. И все. То есть есть песня... Ты знаешь, что он очень обидчивый, как я понимаю. Я уже вообще в принципе вижу по его артистам, что человек обидчивый. Да. Я его не знаю. Я сразу скажу, то есть я как бы на эту ситуацию смотрю со стороны. Я его несколько раз в жизни видела в каких-то общих компаниях, но мы не друзья. И мы тоже не друзья, к сожалению. С Фадеевым? Да, мы виделись очень редко, 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 редко. Очень редко. Подожди, вы выступали вместе, как вы редко видели? Мы выступали вместе, где? Везде вы выступали дуэтом. Но дуэтом... Мы вдвоем, как-то вы редко видели. Это было Муз-ТВ. Я помню... Сегодня я работаю с лучшим продюсером человека, которого я безумно люблю, Максим Фадеев. Выступали мы с ним вместе на трех, наверное, мероприятиях. Виделись мы с ним... Мы с ним виделись, может быть, раз в полгода. Вообще. Вот. Вот столько теплых фотографий в обнимку вы вместе. Вот как раз вот, когда мы вот обнимку вместе, вот эти вот, наверное, и есть фотографии, где там в шесть месяцев раз я там пришла в офис и давай сфотографируемся. Давай. И все. Все заебись. Мне жалко его, Ксюш. Ну, правда. Вот честно, положа руку на сердце, мне этого человека жалко. Жалко. Вы все разбежались, вы как все сектанты этого, мы Мэнсоны, понимаешь? Вот, точно. Это было секта. Он лежал, вы вокруг него все там хороводы кружили. А теперь вам жалко, понимаешь? Больной человек, старый, один остался. Ну, правда жалко. Человек реально, у него, по-моему, что-то с психикой происходит. Потому что он все женщинами окружил, а сейчас все разбежались. Ну, разбежались же не просто так, правильно? Почему он вообще закрыл эту мафуу? У него же вставалось. Ну, потому что я ушла, и все. Слушай, а почему не оставить серябку на себе? Так он ее оставил. Ну, просто не в своем проекте? Нет. Все там осталось. Все. Подожди, а зачем распускать мафу? В чем идея этого шага? Ну, как в чем? Действующий-то артист ушел. Все. Действующий-то? А плату надо же платить кому-то. То есть он распустил, чтобы не платить деньги-то иметь? Нет, ну, прибыль-то больше нет. Лошадка-то больше не поедет на гастроли. А когда объяснил, я не понимаю. Хорошо, он распустил. А ты говоришь, и Серябкину он продолжит заниматься. А каким образом? Ну, вот таким образом. Потому что официально, скорее всего, это так и есть. То есть официально он продолжит заниматься Серябкиной, только одной, но не будет в ее рамках устраивать продюсерский центр, что ли? Я думаю, что да. Так и будет. И она одна останется? Да. Она была, есть и будет. Вот. А теперь я была, есть и буду. Ладно, я просто на самом деле хотела бы пожелать ему удачи, здоровья и вообще моя большая благодарность, что вот эти пять лет были. Не важно, какие они были, но они были. Он у меня на всю жизнь. Думаю. Правда. Хорошо. А про деньги история. Вот он говорит, что на твоем проекте он потерял 15 миллионов рублей и что ты, даже 16 миллионов рублей, что ты заработала миллион, два с половиной миллиона долларов. Так два с половиной миллиона долларов тогда и он заработал. Мы же работали 50 по 50. Ну да. Ну ты заработала свои два с половиной миллиона долларов. Ой. Ну уже скажи. Да. Это правда. Имеешь право, кстати. Вот что все так стесняются? Ты же большая артистка. Я совершенно не стесняюсь. Я могу сказать о том, что два с половиной долларов я заработала еще до того, как я начала работать с Фадеевым, потому что даже еще не закончился проект «Голос». еще «Голос» шел. Вот. И я уже начала работать. Подожди, ты два с половиной миллиона заработала до встречи с Фадеевым? Вот не верю. Ну ладно. Скажи честно. Ну признай, сейчас немножко привыкнуть. Примерно, может быть, ну может быть и меньше. Но сколько? Вот к приходу к Фадееву сколько? Ну миллион и полтора, наверное. Заработала. Заработала. Сама уже. Сама уже. А херайте, к Фадееву если ты уже сама заработала полтора миллиона, объясни меня, я не понимаю. Кстати говоря, полтора миллиона, это так вот, грубо говоря, да, они были заработаны на каверах. Мы ездили вот на самых вот тех каверах. У меня сейчас взорвется мозг. Да, я пела с головы. Объясни мне. Ты, если это правда, я не знаю так ли это, но если вот, я понимаю, когда там группа «Белка и Стрелка» или какая-нибудь там Маша Пупкина ищет продюсера и спев одну песню в голосе, понимаешь, на первом канале. Это я понимаю. Если ты заработала полтора миллиона без Фадеева, нахера тебе вообще было к нему идти. Я не про деньги. Я Фадеев для меня, может быть, даже сейчас это будет звучать очень смешно, но я его просто боготворила всю жизнь, 92-го года. И у меня была... Ну, аж просто надо было начать с ним встречаться или постараться как-то его увлечь. Зачем работать и делить свои деньги уже заработанные? Ну, вот такая вот у меня была любовь и одержимость просто. Мне хотелось петь его музыку. Но, как оказалось, ту... То есть ту музыку, которую я слышала раньше, то, что он писал, вот я думала, что мы будем петь такую музыку. Вот. И, кстати говоря, вот, я не знаю, хочешь верить, хочешь нет, но я действительно подписывала контракт, несмотря. Потом у меня, значит, дома... Сейчас вообще скажешь, что я полный... Слушай, у вас конкретно, да, у вас у всех, честно говоря, так уж и все были, а с кем не поговорю, все с ним подписывали контракт, несмотря. Как это может быть? Объясните мне, это же бизнес. А кто все-то? Я... Серябкина тоже несмотря подписывала. Я тебе вот клянусь, я никогда в жизни не читала свой контракт с Максом. И Темникова говорит, что несмотря. А Темникова тоже несмотря. Ну, вроде как. Слушай, у вас у всех какое-то сектанство такой же разрыв страстный. Но это же ненормально для отношений с продюсером. Макс имеет способность очаровывать. Так. Он очаровательный просто в разговоре. И я настолько доверчивый человек. И когда я пришла вот к этой цели, да, Макс Фадеев, это все равно, что он там Питер Гейбрилл, я попала к Питеру Гейбриллу. Вот такое вот у меня было, да. У меня было два человека, которые я идеализировала. Максим Фадеев и Питер Гейбрилл. Надо мной все смеялись и говорили, ты что вообще, мозг у тебя вообще есть? Я говорила, вот, ребят, вот так вот, да. То есть они у меня стоят на одной, на одном степ. Честно говоря, то, что ты сейчас рассказываешь, выглядит просто как такая большая любовная история. Была влюблена, пришла, захотела быть человеком, человек не отказал, потом любовь прошла, и вот, собственно, разочарование. Нет, нет, нет. И депрессия. У кого? У меня нет депрессии. Ну, вообще, ну как? Ну, это вот ты описываешь не бизнес, ты описываешь страстные отношения. Так я вообще не бизнес. Я вообще не про бизнес. Я не умею считать денег. Полтора заработала до него, мы уже считали, и с ним еще два с половиной. То есть четыре за несколько лет. Блин, ну это, согласись, неплохо для российского шоу-бизнеса. Ты уже посчитала, сколько я там заработала денег. Конечно, я быстро считаю. Знаешь, и ни с кем контракт не глядя, я не подписываю. Так это же Максим Вадеев. Я сказала, и он мне еще улыбнулся, он говорит, будем работать, мы сделаем, ты будешь вообще просто разрывать. Но это он, кстати, не обманул. Дуэт с Мэрлин Мэнсоном мы сделаем, мы тебе ракешник такой запишем. Я говорю, рока хочу, вот все у тебя будет, будет, будет. Я думаю, блин, вот все. У нас супер игра, Наргиз. Слепые прослушивания. Так. Ставлю тебе песню, их будет немного, всего три. Ты оборачиваешься на самую годную. Которую мне нравится. Да. Да, давайте. Поехали. Прямо вот как бы да. Да. И несмотря на все, что было, на дележки и суды все равно оборачиваешься. Ну, конечно. Ну, это же музло. Это же музло. Хорошо. Дальше. Так. Пока не понимаю, что это. Ну, а что поешь? Текст, что там было? Ну, слушай. Giving me, giving me. Трэш, считаешь? Ну, это твоя любимая. Я же тебя выбрала специально. Кто? Ну, Серябкина. Кто? А ты ее трэшем назвала, понимаешь? Блин. Вот верь теперь, что у вас нет конкуренции. Конечно. Конкуренции у меня с Серябкиной, блядь. Ничего себе. Ну, знаешь, я не знаю, кстати, зарабатывает ли она два с половиной за пару лет, но она модная певица сейчас у молодого поколения. Да? Вот это, ну, слушай, судя по просмотрам, я когда выпустила ее интервью на Ютьюбе, я вообще не думала, что, ну, как бы это была такая достаточно, ну, проходная история для меня. Я не думала, что она столько соберет. Ты не понимаешь, это прямо у людей огромный интерес. Ничего себе. Вот. Куда катимся-то, е-мое? А что куда катимся? Может, это мы старые люди не понимаем, а это вот молодая движка. Ну, может быть, скорее всего, так и есть, да. Я человек достаточно такой олд. Хорошо, а кто тебе из молодых и красивых? Ну, может, тебе просто не нравятся молодые и красивые телки? Наркиз. Может, в этом про мне? Как это мне не нравится? А, пожалуйста, докажи, кто тебе нравится из молодых и красивых баб? Ксюш, я безнадежный гедонист вообще. Я обожаю красивых людей. Ну, докажи. Провит. I like to prove it, prove it. Назови мне красивую, талантливую, российскую певицу. Сейчас не надо. Лайма Вайкуле очень хорошая. Ну, давай, нормально. Кстати, Лайма Вайкуле, она ферма такая. Ну, ферма. Ну, тебе туда не надо вот эта ферма. Ты Пугачевой должна быть. Ферма. Пугачева же есть, Ксюш. Ну, Пугачева, подожди. Кто-то должен эту нишу... Вот смотри, я как маркетолог рассуждаю. Она есть. Ну, понимаешь, вот как бы мы все не вечно под луной. Эта ниша не занята. Она уже больше не гастролирует. Она осталась вот иконой, как бы, Аллы Борисовны. Вот пускай она будет единственной, неповторимой. Нет, она уже неповторимая. Мне кажется, что я уже... Ниша пустует. Женщины, которые хотят музыки, они ждут. Стас Михайлов вот для них уже эту нишу все окучил, а ты все, понимаешь, рок хочу. А, кстати, а есть такие действительно женщины, да, сегодня? Кто метит на роль сильных баб? Да. Ну, конечно, есть. Вот есть, я же тебе говорю, Ваенга, есть. Была Лолита Милявская, кстати, тоже окучивала эту нишу. Ну, понимаешь, с тобой другая проблема. Ты делаешь вид, что ты сильная баба, а ты же не сильная баба. Ты очень слабая, на самом деле. На самом деле, да. Ну, так и есть. Мне иногда так хочется и поплавать. Ты вот это нататуировала себе все, что можно, а в душе ты совсем, понимаешь, хрупкий олененок. Понимаешь, один муж бил, продюсер судился, второй муж, кстати, с которым ты наладила отношения, тоже удивительно. Он же с тобой судился тоже. Кстати, подождите, подождите, кто судился? Со мной Фадеев не судился. Бальзан с тобой судился. Ну, с Бальзаном мы уже посудились, отсудились, потом поменялись. А вот скажи, а как после этого можно чуть ли отношения? Чуть ли опять не поженились там целая... А можешь мне обидеть, ну, как человек пытался у тебя конкретно нажить с тебя деньги после того, как ты стала популярной? Как можно в какой-то момент сказать, а, ну, ты пытался просто конкретно меня это, ну, ладно, теперь мы дружим, песню у меня напиши. Ну, как это вот... Я хочу мастер-класс, я бы так хотела научиться, правда. А ты можешь себе представить, 20 лет я с ним прожила, и 20 лет – это моя первая настоящая любовь. Вот я первый раз влюбилась в него, и он мне... Он у меня старше на 15 лет. И у меня просто... Вот я же говорила о том, что с папой у меня были такие отношения не очень. Он меня в какой-то момент заменил. Ну, у тебя теперь со всеми мужчинами не очень. Я поняла, что, значит, для женщин самое главное... У меня с мужчинами хорошо. Все время ты жертва. Ну, как? Человек с тобой... Вот я реально хочу понять. Человек с тобой судился, пытался из тебя выжить бабки. Да. Как ты его простила? Объясни. Ну, простила, я не знаю. Ну, как что? Вы говорили, он извинился. Вот как это было? Он какой-то такой родной уже... Ну, как? Ну, он угрожал сыну, смски писал. Да, это был кошмар, конечно. Ну, блин, ну, он пытался сына в это вовлечь. Да, он потом очень сильно каялся. У него как раз вот этот вот самый момент, это был самый-самый страшный его момент употребления там всяких наркотиков, да, и алкоголя. Кокаин, героин. И кокаин. Нет, до героина дело не дошло. Но кокаин и всякие... И алкоголь. Там это было страшной, конечно, историей. Ну, то есть ты простила, списав это на наркотики, алкогол. Да. Ну, еще плюс не нужно забывать его природу, сицилианскую вот эту... Ну, ты понимаешь, что человек, который один раз так поступил, значит, поступит так еще раз. Ну, я же с ним не собираюсь жить дальше. Мы просто с ним остались в нормальных отношениях. Понятно. Просто песни пишет. Какие песни? Он мне не пишет песни. Он просто тексты может красивые писать, да. Музыку, кстати, тоже может писать. А ты не пробовала сама, кстати, писать? Ну, вот скоро услышишь. Потому что тебя же Максим в этом все время упрекал, что ты сама не пишешь. Да. Может, стоит попробовать? Но я же... Ну... Я сама не пишу, потому что я достаточно критично отношусь вообще ко всему, что я делаю. Вот то, что я умею и знаю, и умею делать хорошо, я это делаю. Обратите, как грамотно Наргиз ушла от ответа на вопрос молодая, стильная, классная певица в России. Я присела на антидепрессанты. А вы на меня говорите, что я больная истеричка. Это хуйня. Все, совершенно не хочу обсуждать. У меня есть человек, в которого я бесконечно влюблена. Рябкина невозможно мне ненавидеть или вообще как-то воспринимать ее всерьез. Этот гроб я везла в Казахстан. Какая-то хуйня, блядь. На что потратила 4 миллиона долларов? Я их не потратила. Что, лежат заработать и сразу потратить? Ну, лежат. Ну, то есть ты не купила ни дом, не вложила в какой-то бизнес, ни в недвиженный спрос? Конечно, вложила. Конечно, вложила сейчас. Я сейчас объясню. Когда мы разорвали контракт, мне пришлось, собственно говоря, начинать все с самого начала. Все с нуля. То есть я обнулилась, пошла другая история. А это запись в студии, новые треки, запись в студии, причем не просто там какими-то синтетическими барабанами. Мы записывали все живьем, чтобы это звучало фирмово, как ты говоришь. Вот. Собрала совершенно... Я взяла очень интересную команду. Мы создали программу. И до сих пор, вот у нас сейчас, я все вкладываю и вкладываю. Может быть, Фадеев был прав про 16 миллионов убытка. Сейчас возьмешь и испытаешь это на себе. Ну ты еще спроси про прокладки. Вот это да. Что за тема с прокладками? Подожди, я вообще не понимаю. Это что такое? Я не знаю. Кому покупали прокладки в Мальфе? Слушайте, может кому-то и покупали, но когда я это услышала, мне было очень смешно, что все находились на гособеспечении. Что всем там... Это правда? Ну, я не знаю, может быть, кто-то и находился. Ну, может, в Майами покупали прокладки. Нет, нет, просто у меня вот это слово гособеспечение вызывает гомерический смех, так как я попросила однажды, единожды, я вообще не люблю просить ничего, единожды попросила, что мне нужны ушные мониторы для работы. И мне отказали. Мне отказали, и больше я не обращалась ни за чем. И я так поняла, что, ну, окей, ладно, может, это не входит в обязанности там лейбла меня снабжать ушными мониторами. О каких платьях может быть речь? О каких нарядах? О каких образах? Все я себе создавала сама. Я в конце концов собрала себе за пять лет свою собственную команду, где у меня была и есть ассистентка, водитель, все те люди, которые мне должны были предоставить, собственно говоря, мой лейбл. И эти люди все... Они не предоставляли? Нет, они не предоставляли мне никого. А если был кто-то, кого мне предоставляли, то этот человек улетал нахуй сразу на второй же день по своей некомпетентности. Сложнее самой себя продюсеровать? Да нет. У меня есть свободное поле деятельности, я могу... А с другим бы сейчас могла продюсером начать работать? Нет. Нет, у меня наконец-то появилась возможность воплотить все свои мечты. Это микрофон. Да. Да, и я хочу объединить вещи, которые, собственно говоря, не объединяются. Да что ж так найти? А где ищешь авторов для песен? Они сами появились, такое количество... Ну, такие ноунеймы или какие-то... Ноунеймы. Я поняла, что... Такое громадное количество талантливых людей, еще молодые совсем ребятки, и как только это произошло, меня просто завалили почты, там, песни, тексты, там, еще что-то. Кстати говоря, сейчас у меня команда состоит из очень многих людей, бывших работников лейбла. Потому что эти работники почему-то... Ну, если они были некомпетентны, зачем? Нет, там были пару, троечку ребят, у которых был хребет, которые были сильными духом, которые были умными, мудрыми даже, профессионалами своего дела, но они там долго не задерживались. Почему? Ну, потому что, видимо, нужно было собрать народ такой, который был бы как амебы, на которых посмотришь и прикрикнешь, и... А что, Максим кричал на каких-то своих сотрудников все время? Кричал. Сильно? Да, это мягко сказано. Ну, то есть прямо дико кричал. Да. С оскорблением. Ну, давай так. Вот по шкале... Блядь, вы заебали! Вы можете нормально снимать здесь! Почему камера не установлена? Вот это если... Это хуйня, Ксюша. Ну, ладно. Да. Вот видите, а вы на меня говорите, что я больная истеричка, ребят. Видите? Это по шкале, где... Это хуйня. Вот от 1 до 10. Вот я сейчас изобразила, сколько. От 1 до 10, я тебе скажу, 29, наверное, будет. У него бы было. От того, что вот сейчас. Да. Ребят, вы работаете в хорошей компании. Так что не пиздите больше на меня, когда я истерикую. Вот. То есть, ну подожди, ну инфаркт же будет у людей. Люди будут увольняться в такой атмосфере все время. Ну, есть такие люди, которые это все терпят и глотают, например. На меня бы вот так наорали один раз. Я бы, во-первых, чайником сразу башки ебнула. Во-вторых, я бы ни дня не осталась больше в такой компании. А эти люди терпят. А те люди, которые не терпят, у которых есть сила духа и которые не амебы, они говорят, ребят, вы что, вообще сдурели? Тем более, когда это происходит незаслуженно. Ну, слушай, с другой стороны, ты столько лет с ним проработал. Значит, он что-то тебе давал взамен вот криков, плохих сотрудников и так далее. Ну, криков на меня не было, кстати. Он не повышал меня голос. У нас один раз была с ним стычка очень сильная. Он начал кричать мне в телефон, крыть меня очень сильно матом. И в ответ у меня переклинило в башке. Я начала орать еще громче в 10 раз. У меня дрожали просто стены. Это было один раз всего. А из-за чего? Из-за того, что я отказалась петь текст на слова Оли Серябкиной на английском языке. Но тебе объективно не нравились ее тексты? Или ты просто уже подозревала, что у них какие-то личные отношения? Я не хочу говорить про отношения. Мне наплевать на это. Ну, скажи честно все-таки, потому что это сейчас главный вопрос после интервью с Олей Серябкиной. Давай я про текст просто скажу. Я человек, проживший 25 лет в Соединенных Штатах Америки. Вот. Я умею грамотно писать и читать, и общаться свободно. Это мой второй язык. И вот ты можешь себе представить, тебе приносится текст, где там полная абракадабра. Ты пытаешься понять, что, окей, есть там идея того-то, того-то, но сказано это неправильно. Почему он ее продвигал? На твой взгляд. Ну, честно скажи. Ну, я не знаю. У них, наверное, сложился какой-то свой собственный тендем. Творческий, да? Вот. И туда не допускали. Туда не впускали никого. Ты веришь Ольге Серябкиной, когда она говорит, что у них не было никаких личных отношений? Не веришь? Конечно, нет. А Темниковой веришь больше, когда она их разоблачивает? Ну, да. Я Темникову лично просто не знаю. Так, может быть, тогда это ревность? С твоей стороны? Ну, ты же была влюблена в Максима творчески. Би-би-би. Не то, что... Ну, подожди. Ну, блин, это возможно. Ты влюбляешься в человека. Думаешь, почему он выбирает не меня, а вот эту телочку условно? Объясняю. У меня есть человек, в которого я бесконечно влюблена с четырехлетнего возраста. Этот человек мой мастер, мой учитель, это Слава Полунин. Вот. И меня абсолютно не тревожит и как-то не беспокоит, что он живет с потрясающей женщиной по имени Лена уже очень много лет. Вот яркий пример. Ну, так может быть, ты просто понимала, что для тебя Ольга Серябкина не потрясающая женщина. И это тебя уязвляло, что он выбрал вот такую. Нет, я сейчас говорю о любви. То есть это любовь не женщины к мужчине, а это любовь к творчеству. Вот это вот любовь. А то, что там, что там у них там происходит, я не знаю. Это не моя история. У меня не было к нему любви как к мужчине. А тебе сейчас не обидно, что сейчас же у нас отношения между странами очень испортились? И в Америке нас воспринимают как империя зла. И здесь людей настраивают против американцев. Вот ты это чувствуешь? Ты же часто там бываешь? Чувствую. Только мне немножко обидно, что когда особенно здесь говорят и обсирают какую-то Америку, хотя и в шоу-бизнесе, и в какую бы там, я не знаю, в какую бы отрасль не влезь, все пытаются под... Под американцами. Под американцами. Ну да, я тоже. У нас весь шоу-бизнес построен под то, что сделаем, как в Америке. Русский Майкл Джексон, блядь. Русская мадонна. А ты русская кто, кстати? Я не русская. Тебя называли. Я русская нарвист. Ну да, да, нет. Но тебя часто в этом контексте. Что ты о себе слышала? Русская. Кем тебя называют? Никем. Андрей Готович. Вот это же и кайф. Это да, все копируем, но их бесконечно... И при этом, а что меня больше всего убивает сегодня, это вот этот новый молодежный язык, где сплошные американские слова, искаженные совершенно. Я этот язык вообще не понимаю, когда говорит молодежь. Интернет-язык. Вот этот тоже мне становится страшно. Там лаверы, хейтеры. Ты не знаешь про хит Москва, Тимоти и Гуф? Хочешь, поставлю. Хочешь, поставлю тебе? Давай. Ты не знаешь эту песню? Я слышала, что есть такой Тимоти, а что такое Гуф? Не знаю. Да ладно! Ты шутишь. Гуф-рэпер. Ксюша, я вообще человек непросвещенный. Подожди, а хит Москва ты правда не знаешь про эту историю? Вот, Ксюша, вот как я люблю с такими людьми. Я считаю, человеком девственным в интернете. Мне нравится, знаешь, кто? Я не знаю. Ты слышала такую группу, называется Short Paris? Short Paris. Да, я обожаю их. Это будет у нас финальчик под эту музыку. Short Paris офигенный парень. Он офигенный. А Дорн? Вот Дорна знаю. Нравится. Дорн хороший. Но слушать мы будем не Дорна и не Short Paris. Пиздец, блядь. Мне кажется, мы доведем. Первый раз слышу эту песню. Да. Ты знаешь, это рекордсмен по дислайкам в интернете. Миллион дислайков. Полтора уже миллиона. Но я понимаю, почему, наверное. Почему? Вот объясни. Потому что какая-то хуйня. Непонятная вообще. Мне, если честно, вообще очень коробит рэп на русском языке. Я не могу это воспринимать. Мне нравится один человек. Очень нравится. Вообще его природа нравится. И как он это делает, и я, наверное, его даже рэпером не назову. Так. Это кто? Это Баста. Я как-то очень... Мне вот близко такой вот. Подожди, а Оксимирон? Да. Вот. А ты говоришь, один. Вот уже мы двое. Оксимирон крутой какой. А еще есть, вот знаешь, мне это нравится. Каспийский... Как она, господи. Да. Каспийский... Рут или... Груз. Груз, да. Каспийский груз. Вот. Это тоже рэп? Ну, такой, да. Рэп. Вот я только... Если брать рэп, русский, рэп... Подожди, скриптонит. Я не поняла. Не очень. Если честно, да, что-то все как-то... А фараон? Я не знаю, кто это. Это, давай перейдем к женщинам. Пока мы ищем шорт Парис, чтобы поставить красивую музыку, которая тебе нравится, все-таки скажи мне, кто вот русская, молодая, красивая девушка? Певец. Она должна быть в области пепения, да? Ну, вот чтобы Наргиз могла сказать, вот это молодая, классная, мужная, а не то, что я просто ненавижу Серябкину из-за Фадеи. Серябкину невозможно не ненавидеть или вообще как-то воспринимать ее всерьез. Ну, я ничего не могу сказать, ни плохого, ни хорошего. Это совершенно не хочу обсуждать. Мне очень нравится певица одна, я не знаю, слышала ты такое или нет, Анастасия Спиридонова. Анастасия Спиридонова? Давайте послушаем, кстати. Анастасия Спиридонова, она была со мной в проекте «Голос». Вот, сейчас очень редко ее можно увидеть в каких-то проектах, она тоже вот как-то не может найти себя, но «Голосище» и внешность можно просто чекануться. Мне очень нравится «Моя Мишель». Знаешь, что такое? А, «Моя Мишель». Да. Это вот эта вот девочка, которую мы... Да, классная, скажи. Все, я знаю, кто. Я знаю, кто. Кто? Я знаю. Варвара... Гинсбург, что ли? Висбург. 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 Я понимаю, он был твоим вторым мужем поговорить. Да. Ты уже рассказывала о том, что этот человек избивал тебя, что ты жила в ситуации домашнего насилия очень жесткого. Да. Что он бил тебя беременной и прочие жуткие вещи. Скажи, вот в тот момент, когда ты узнала, что он погиб в аварии, у тебя было хоть на секунду чувство отмщенности или чувство кармы какой-то ему вернувшейся? Вот что ты испытала в тот момент, когда ты узнала, что он погиб? У меня не было скорби, у меня не было грусти из-за того, что он ушел из жизни. Я плакала и рыдала только потому, что он был при всем том, что происходило, он был просто, наверное, лучшим отцом для сына. Но безумно любил. И я плакала из-за того, что мой сын больше не увидит своего папу, которого он так любил. А потом, это первый раз в моей жизни такое было, что я боялась подойти к гробу, когда его уже сделали, то есть его уже приготовили к фюнералу, я боялась подойти к гробу. Потому что у меня было ощущение, что он сейчас выскочит, вцепится мне в горло и будет какой-то... То есть это полный идиотизм. Задам сложный вопрос, не могу тебе его не задать. Вот смотри, ты же рассказала про эту историю насилия уже после того, как его нет в живых. Твой сын жив. Да. Твой сын по-прежнему знает, что у него был папа, и ты сама говоришь, он его очень любил. Ты не думаешь о том, что этим рассказом ты навсегда травмировала собственного сына, что лучше бы он не знал этого, и что вот твое желание поделиться этой историей, при том всем, что это может помочь многим женщинам, другим с этим справиться, но что оно не стоит того, что теперь для твоего сына его отец навсегда будет насильником. Когда я ему рассказала вот эту вот всю историю, то, что у нас происходили какие-то вещи, он отреагировал так, что, мам, он знает, он знает, что это плохо. Но сказать о том, что я его травмировала, и он его там возненавидел после этого или что-то, во-первых, он про него немножко уже позабыл. Ну как, ну ты понимаешь, что он будет еще становиться старше, он сейчас уже взрослый человек, но он будет жить с ощущением, что у него гены отца, который бил женщину, бил маму его. Я, кстати, очень-очень боялась, потому что он безумно на него похож, он похож на меня внешне, но какие-то вот моменты характера очень похож на него, и я очень боялась за это. Я с ним проводила беседы. А ты советовалась с психологом на эту тему? Как раз таки после... Пошли ты к психологу. После того, как у меня ушел из жизни муж, да, я начала посещать психиатрист в Нью-Йорке. Как раз таки я присела на антидепрессанты. На какие? На Золофт. На Золофт. Это очень распространенная такая... Да. Да, Америкэйшн. Вот. Да, потому что для меня это была... Это была неизгладимая травма. Ты можешь себе представить? Это... Этот гроб я везла в Казахстан, потому что его родственники хотели похоронить его именно там. Вот. И вот эта вот вся перевозка с отдельным джетом, самолетом, когда я летела с этим гробом, этот гроб не могли положить. Вот так он стоял, и я буквально стояла с ним рядом. Я пережила страшное. Конечно, моя мама очень боялась, что я приеду туда, и его родственники со мной что-то сделают. В общем, была такая глобальная психологическая травма. А ты все равно страдала, несмотря на все, что он с тобой делал. Ну... Классическая жертва. Смотри, у тебя со всеми мужчинами, что с Фадеевым, что с мужем. Кстати, да. Я не знаю, почему так произошло. Хотя я сама... Я всегда считаю себя очень сильной духом женщины, такой независимой, свободной. Но вот такие мужики попадаются в моей жизни. Слушай, а что ты думаешь про Ваингу, о которой мы стали говорить? Тебе не кажется, что у вас в чем-то схожая судьба и какая-то вот эта женская энергия? Мне кажется, больше энергия, потому что мне кажется, он такой, как soulmate такой. Она совершенно магическая какая-то. У нее энергетика сумасшедшая. Тебе нравится? Очень. А почему она тоже вот так дела исчезла в какой-то момент? Она разве исчезла? Ну, на уровне, каком она была, мне кажется, сейчас... Я помню, она прилетала в Нью-Йорк. Она давала концерт в Мэрисон Скоргартен. Первый концерт был абсолютно sold out. И по просьбе сделали еще один концерт, где тоже был полный sold out. А думаешь, можете представить, это женщина, которая держала вот этой вот своей энергетикой. Я на нее смотрю вот редко. Я вообще телевизор просто не смотрю. Но когда я вижу, у меня такое ощущение, что она какая-то прямо ведьма просто. кто сегодня ближе всех по итогу к этому пьедесталу Аллы Борисовны Пугачевой? Вот кто следующая главная певица страны? Вот на сегодняшний день, на твой взгляд. О май гайд. Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Вот, и я не могу тоже ответить. Здесь вокалисток хороших, тьма тьмущая, но они больше технические такие. Вспомним, пожалуйста, ММКФ, фестиваль. Ты на открытии фестиваля выступала с такой очень трогательной песней по поводу памяти погибшим и так далее. Верните память, вернитесь сами, я отмолю вас всех это песня. Там не было никаких слов про Донецк, про войну, но это были слова Маши Захаровой, нашего представителя МИДа. Она была в зале, рыдала, все это есть в интернете. Вот понимала ли ты тогда, что ты все равно себя привязываешь сама, ну, к какой-то позиции каких-то конкретных людей? Все-таки Машу Захарову нельзя рассматривать как поэта-песенника и человека, сочиняющего слова и музыку. Она политический деятель. И когда ты произносишь слова, написанные ею, ты солидаризируешь себя с конкретной позиции. Понимала ли ты это? Ты знаешь, Ксюш, я об этом не думала. Вообще, это все спонтанно произошло. И эту песню, я не знаю, кто должен был петь, я ее вдруг случайно услышала. Это было, кстати, у Макса дома. Вот. И он говорит, есть такая песня. Он говорит, а давай ты ее споешь. Я говорю, а как? он говорит, мне кажется, у тебя получится. Ну, блин, ты попала прямо в политический муравейник. Да, и причем... Ну, тебе было надо, ты не пожалела об этом? Так я-то, я не понимаю. Мне, вот, я же говорю, мне сказал Макс, попробуй, посмотрим, давай, получится-получится, не получится-не получится. Ты ему потом не сказала, что, блин, зачем ты меня подставил? Я оказалась связанной. а подставил? А что? У меня есть какие-то претензии или куда-то я занимаю позицию и теперь я дальше пойду там с флагом и что-то там буду делать после этого? Ну, как тебе сказать, петь слова и музыку людей, с которыми ты, например, не согласна или которые, ну, скажем так, одиозны для определенной части общества? Ну, начнем с того, что, в принципе, это, хотя мне Маша рассказывала о истории этой песни, вот, я у себя в голове, не зная этой ситуации, потому что я в политике полный профан, вот, я ее протрактовала как-то по-своему для себя и достаточно такие слова, которые можно было применить, собственно говоря, для благосостояния мира и тому подобное. Слушай, скажи, а тебе не показалось странным, что вообще в московский кинофестивале открывается такой песней? Ну, то есть, это показалось. В московский кинофестивале я пою эту песню и при этом встает зал. У меня так поджилки тряслись, ты не представляешь просто. И, ну, вот правда, я себя чувствовала не в своей тарелке. Помянем их сто крат и рюмкой, и слезой. Но не в своей. С ты моей нежностью тоже не в своей. Мы вдвоем тоже не в своей. Ну, вдвоем я очень нравилась. Мне тоже. Мне нравится. Нравится? Очень красивый тембр у меня был. И мне нравится. Вот это я считаю прямо из новых. Клево. Ее зовут Полина. И она просто Полина. В этом проблема. Вот она бомборотилась ко мне и сказала, нахерена ты называешься Полиной, все будут путать с Полиной Гагариной. Но она поет классно. У нее тембр голоса крутой очень. И она еще красивая девка. Сейчас я ее покажу. Ох, ничего себе. Она такая прямо похожа на эту... Как ее... Она прям термачка такая. Снимается везде. Йохан. Карлетт Йоханссон. Смотри, она похожа на Скарлетт Йоханссон. И голос нравится. Хорошая, да? Крутая ферма. Ферма. Да. А вот недавно, кстати, я услышала, какая-то новая девочка появилась. Я не помню ее имени. Мы были на гастролях. Антош, ты помнишь? Зивер. Зивер, да. Классно. У нее какая-то одна песня. Прям вот я прям притарчала. У нее такой голос... А? Зивер прям хороший. Голос прям с такой хрипотцой. Ну, видишь, ты можешь самой начать продюсировать. Смотри, вкус-то есть. Говно от не говна отличаешь сразу. Ну, видишь, мне кажется, прослушивания прошли прекрасно. Ребят, не бубните, дайте нам закончить программу уже. Не будем слушать Зивер или будем? Ну как, ты же слышала? Я надеюсь, у нас не будет передача посвящена интервью имени Максима Фадеева. Нет, ну прям без него тоже никак. Мать, ну ты сама его вот на спине вытутыровала. Как это не посвящено? У тебя теперь все будет. Ближайшие года три. У тебя каждый человек будет спрашивать про Максима Фадеева. А тебе придется придумывать новые подробности. Потому что все говорят, а вот скажите, а вот это... А может быть, он вас сбил? А насиловал? А вот это? И ты будешь говорить, нет, ну такого, конечно, нет. Он изнасиловал. Я сама его могу изнасиловать. Ну, в общем, мне кажется, что разговор получился. Да. Продюсером ты можешь становиться теперь явно сама. Но главное, понимаешь, никакие татуировки не скроют то, что на самом деле ты слабая, жертвенная женщина. Да перестань, ты жертвенна. Я уже не жертвенна. Я в 49 стала уже совсем другим человеком. Знаешь, что такой перелом должен произойти в таком возрасте, что в 49 лет я стала совсем другим человеком? Каким? Я просто обнулилась. Каким? Ну, вот упали там какие-то, спали с меня какая-то вот эта вот шелуха всего. Не жалко. Ну, в трех словах, можно сказать, какой ты человеческий человек. А-а-а. Ты все говоришь, я обновленная на руки. Вот ты прилагайся. Так, сейчас я сяду отсюда. Знаешь, как это очень жаркие, какие-то модные, двои. Вот зимние. Нет, во-первых, я такая, какая я есть. Все. Перепредлагательных, давай, маркетинг. Наргиз. Какая? Беспощадная. Беспощадная. Наргиз, хорошо. Это как Дайнерис Бурерожденная. Это мне нравится. Беспощадная. Ломающие все стереотипы. Идущая сквозь против всех правил шоу-бизнеса и вообще и всего в России. Вот. Совершенно свободная. Свободная. Хорошие три слова. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Но, кстати, нажраться нам всем нужно обязательно один день. Обязательно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok